Во славу имени и добрых дел! Во славу имени и добрых дел! Именно так называется торжественное собрание, которое ежегодно проходит в городце в рамках Дней памяти Александра Невского. Традиционно на нем чествуют самых достойных жителей районов, входящих в состав городецкой епархии. Тех, кто вносит вклад в развитие своей малой родины. Изначально это были люди, носящие имя Александр. На этот раз в зале собрались Иваны. И это не случайно. 20 декабря – День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Будучи сам образом кротости и смирения, любви к каждому человеку, независимо от национальности и вероисповедания, праведный Иоанн с великим негодованием относился ко всему, кто подрывал веру русского народа. Мое имя спецдревнееврейского переводится как «богоугодный». То есть я родился двойняшкой, двое нас родилось. Так Богу было угодно, что я остался один. И продолжаю свой род. Я, конечно, не ожидал этой награды, но я всегда считал, и считаю, если решили кто-то наградить, я считаю, это великая честь, это, во-первых, уважение, для себя это достоинство. Дипломами, во славу имени и добрых дел, и ценными подарками в этот день были отмечены 33 Ивана. Среди них священнослужители и благотворители, руководители организаций и предприятий, а также просто активные прихожане. Среди награжденных Иван Первушин, отец кавалера Ордена Мужества Юрия Первушина, погибшего в Чечне. Я вообще назван был в честь своего дедушки, Ивана Григорьевича, участника Великой Отечественной войны, который в 41-м свою голову сложил на Сталинградской битве. Я благодарен, что у меня такой великий дед, который отдал тоже свою жизнь за нашу Родину. Уже не первый год награждает лучших мужчин городецкой епархии – Алексея, Сергея, Владимира, Николая. Но как бы их ни звали, всем им. Присущи черты, которые превыше всего ценил святой благоверный князь Александр Невский. Великодушие и жертвенное служение Родине. И добрые дела они свершают не ради наград, а по зову сердца.